Взрослые и дети, лишенные самых необходимых условий, для нормальной жизнедеятельности, теперь живут в комфортных условиях. Уютная кухня, где можно приготовить еду, стала местом, где мы смогли поговорить о том, что беспокоит людей, спасшихся от боевых действий. Мы тоже самое практически выезжали, очень тяжело было, ну, сидели до последнего, но когда вот это все тряслось, а вот это вот, и счетчик газовый, стены, полы, у меня пятый этаж получается, вот, и, ну, я решила все-таки надо бежать. Мы сами туда бежали, да, и там они нас сажали в машины, ЛНР, вот, помогали нам. Там ничего вообще не было. У нас свет и воду отключили 8 или 9 марта. Газ у нас был, у нас попало во второй подъезд, получается, разбило ему квартиру, и там труба вот эта газовая над домом шла. Набирали мы техническую на ДК, там у нас горка такая, ну, где не катаются зимой. И вот в колодцах прям. Кипятили, да? Да. Ну, мне удалось сырой ее попить, нормально было вообще там. Стреляли, конечно, ой, очень тяжело. Ну, а так вообще стреляли, я же говорю, такое ощущение, у меня балкон выходит на школьный двор. Ну, у меня, получается, с подъезда я выхожу, у нас школа 8. И такое ощущение, что они стояли вот под балконом, прям вот это вот, ну, это очень страшно до такой степени. Вы стреляли от жилых домов в ту сторону? Да, мы видели, техника стояла возле жилых домов, мы хотели пройти. Чего хочется? Вот самое большое желание сейчас. Ну, не стрелять. Чтоб никто не стрелял. В игровой комнате для детей младшего и среднего возраста сотрудники и студенты Далевского университета организовали и провели яркое мероприятие, с помощью которого детки отвлеклись от своих недетских проблем, с которыми пришлось столкнуться в условиях войны. Мы пришли заниматься с детками, поразвлекать их, поиграть с ними в игры, отвлечь их от всего, чтобы они жили своей беззаботной детской жизнью, как они жили раньше, и все у нас хорошо. Детям все нравится, нравится? Все хорошо. У нас атмосфера позитивная, мы играем в разные игры. У нас все хорошо. Каждый вторник с 11 до половины третьего, до 14.30, мы будем с детками играть, чтобы родители смогли хоть чуть-чуть как-то позаниматься своими делами. А мы пока будем с детками. Детки все разные, от разных возрастов, вот вплоть до маленьких вообще, там, два годика, полтора годика. Все активно, вон, да, все участвуют, все веселятся, всем все хорошо, всем все нравится. В Луганске государственный университет имени Владимира Даля занимается размещением и адаптацией людей с освобожденных территорий еще с 2015 года. Комната психологической помощи, организованная заведующей общежитием номер 5, является местом постоянных встреч не только со взрослыми, но и с молодежью. Здесь можно обсудить волнующие вопросы, попросить помощи или просто поговорить с неравнодушными людьми. В этом общежитии живут переселенцы с 2015 года и вновь прибывшие с 2022, в основном город Рубежное. Деток у нас очень много, сейчас около 38 человек. Детками занимаются, с института приходят волонтеры, занимаются развивающими играми, приходят преподаватели, которые занимаются с более старшими детьми. Живем мы дружно, общие кухни, готовим. Спасибо руководству института, что нам собрали помощь, помогли и продукты, и констовары для детей. Помощь не словом, а делом. Это все о старейшем университете Луганской народной республики, Далевском университете. Сегодня в условиях украинской агрессии каждый из нас может оказать посильную помощь тем, кто оказался в сложных условиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова